Всем доброго времени суток! В ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На ваши вопросы с удовольствием ответят доцент кафедры связи с общественностью и прикладной политологией Дмитрий Георгиевич Мюллер, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский и заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Васил Загитович Гарифулин. Ну а для начала я предлагаю посмотреть небольшой ознакомительный ролик о высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Внимание на экран! Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Она уже более полувека является флагманом журналистского образования не только в Поволжье, но и во всей России. Согласно международным рейтингам, высшая школа журналистики КФУ является одной из лучших в стране. Около полутора тысячи студентов, более ста преподавателей, современное технологическое обеспечение и подготовка специалистов по четырем основным направлениям. Журналистика, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации и телевидение. Сохраняя традиции классического гуманитарного образования, здесь постоянно экспериментируют и следуют течению времени. Поэтому выпускники каждого из четырех направлений подготовки получают не просто знания, они получают умение грамотно их применять. Журналистика. С 1962 года, когда в университете была образована кафедра журналистики, процесс подготовки журналистских кадров приобрел широкий размах. В течение долгих лет она была единственным центром подготовки специалистов для областей Поволжья, а на сегодняшний день ее выпускники востребованы во всем мире. А сегодня внутри этого направления мы готовим по двум основным профилям. Это мультимедийная журналистика и новая национальная медиа. А сегодня все редакции заинтересованы работать в разных платформах, в разных форматах. И сегодняшний журналист должен быть готов работать в новых условиях. Мультимедийная журналистика предполагает работу во всех медийных платформах, включая даже в свою редакцию студенческой газеты. Это Казанская, Стужурка, студенты своими силами выпускают. Также Dragon News – это очень современное и очень оперативное информационно-аналитическое издание. В настоящее время множество выпускников журфака являются руководителями различных средств массовой информации. Это редакторы различных изданий, генеральные директоры телерадиокомпаний. Реклама и связи с общественностью. Одно из наиболее динамично развивающихся направлений высшей школы журналистики КФУ, в котором обучаются более 400 студентов. Здесь вас встретят не только профильные дисциплины, но и огромное количество мероприятий. С профилей реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, в некоммерческой сфере, в политической сфере, в сфере туризма и спорта и в системе государственного управления. Пять профилей. Во-первых, это относительно новая специальность. Во-вторых, это востребованность. Наши студенты все куда-то пристраиваются, их еще там переманивают, и вот они все работают. Также здесь реализуется такое направление подготовки, как медиакоммуникация. Подготовка специалиста такого широкого профиля медийщиков для работы в медиасфере. Я думаю, что это, наверное, будущее для всей информационно-коммуникационной системы. Уже несколько лет подряд самым главным событием для студентов этого направления является Russian PR Week. Учащиеся погружаются в атмосферу креатива, получают практические знания в области пиар, рекламы, диджитал, СММ, маркетинга и журналистики. Телевидение. Еще одно новое направление высшей школы. Здесь студенты не просто посещают пары. Они постоянно пишут, снимают и монтируют. Вокруг них, не останавливаясь, идет производственная работа. Все потому, что здесь находится важнейший медиаресурс КФУ. Студенческий телеканал «Универ ТВ», который вещает 24 часа, 7 дней в неделю. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Направление телевидения в высшей школе журналистики и медиакоммуникации реализует три профиля бакалавариата. Это телевизионная журналистика, это мастерство телеведущего с углубленным изучением английского и китайского языка и режиссура для телевизионных и видеопроектов. Вот такой широкий спектр профилей, такой углубленный, причем на хорошей, в том числе и технологической базе, которая есть в Казанском федеральном университете, подготовка специалистов в области телевидеопроизводства в России мало где ведется. Говорю вам с полной ответственностью, в том числе и мало где ведется в столице нашей Родины. Современное компьютерное и звукозаписывающее оборудование, профессиональные камеры, две высокотехнологичные студии, в которых могут проходить съемки ваших проектов, а также шоурум, в котором проводятся увлекательные мастер-классы и ток-шоу, в том числе с известными гостями. Высшая школа журналистики предлагает большой выбор уникальных направлений магистратуры. Среди них новые медиа, геобрендинг, медиа-аналитика, продюсирование и менеджмент, цифровой стори-теллинг, политическая проблематика, мультимедийная журналистика и многое другое. Высшая школа журналистики Казанского федерального университета непрерывно смотрит в будущее. Она дает студентам возможности, перспективы и уверенность. Поступив сюда, вы на один шаг станете ближе к исполнению ваших мечт. Еще на один шаг ближе к свету. Ролик у нас был о высшей школе журналистики и медиа-коммуникации Казанского федерального университета. Я предлагаю перейти к вопросам, которые были озвучены заранее. И первый вопрос, наверное, Леонид Григорьевич, к вам. По каким предметам нужно сдавать ЕГЭ, чтобы поступить на телевидение? Давайте, прежде чем на предметах, еще дополним. Вообще, ролик достаточно полный, который сейчас транслировался. Кстати, не лишне заметить, что он подготовлен студентами, причем не выпускниками, а студентами 2-3 курса направления подготовки телевидения. Как видите, качество очень даже прилично содержать. За несколько минут вообще рассказано все максимально полное. Еще я бы только добавил, и акцент сделал, добавил, что журналистское образование, медиа-образование, как мы сейчас говорим, учитывая, что расширяются направления подготовки, и дальше будут расширяться. Его история в Казанском университете очень большая. Она одна из самых длительных таких и насыщенных историй, если сравнивать с другими университетами и высшими учебными заведениями страны. Это более 60 лет, без малого 60 лет, но там еще и в различных вариациях существовала подготовка. А если говорить, совсем исторический экскурс сделать, то в числе первых студентов Казанского университета был Аксаков, человек мастер слова и вообще словесность, умение работать со словом, с аудиторией на том уровне. Сегодня на современном уровне всегда этому придавалось большое значение в Казанском университете. Это уже можно говорить, что многовековая история. И еще один момент. Учатся у нас в общей сложности порядка полутора тысяч студентов, всех форм подготовки. Это достаточно крупная медийная высшая школа страны. Она действительно оснащена собственными базами практик, достаточно крупными и серьезными, в том числе вот и тот шоурум, где мы сейчас находимся. Это уникальный телевизионный павильон, которых равно которым нет нигде в Поволжье, да и в России немного таких, тем более у студентов в распоряжении. И еще один акцент, который был сделан в ролике, я тоже на нем остановился, что мы относимся к числу тех учебных подразделений, структур, которые действительно, там было сказано так, не боятся экспериментировать. Мы понимаем, что медиапространство меняется слишком быстро и слишком динамично. И люди, которые сегодня получают здесь образование, выйдут на большую профессиональную стезю, что называется, в условиях всплеска технологий современных, изменения многих принципов, форматов коммуникаций. Поэтому, вот забегая вперед, мы делаем очень много экспериментальных таких достаточно шагов, для того, чтобы наш выпускник был всегда уверен в своем завтрашнем дне, что он там не потеряется. Что бы не происходило в конкретном там медиа или на какой-то конкретной медиаплатформе в связи с конъюнктурой событий. Теперь про телевидение. Какие экзамены надо сдавать? Какие экзамены надо сдавать для выступления на ТВ? Значит, требуется классический набор, то есть это два основных ЕГЭ, которые человек приносит с собой, плюс литература. Я хочу обратить на это внимание. Сейчас уже поздно менять свой выбор, но те, кто сделал выбор в пользу литературы, то, очевидно, он имеет все шансы стать здесь студентом. И здесь дается один дополнительный экзамен, творческий экзамен. Это вообще на сайте, на портале университета сегодня размещены все условия поступления и экзаменационные, все необходимые примеры там есть. Мы предлагаем нашим абитуриентам создать некий проект по очень формализованной схеме. Там есть набор вопросов, который будет сформулирован. Он, кстати, присутствует сегодня на портале. Можно посмотреть. Создать свой проект телевизионного продукта, телевизионной программы. Единственное, что абитуриент пока не знает, какая тема ему выпадет той программы. Так, вообще, не сказать, что очень сложное задание, но оно сможет показать нам, продемонстрировать творческие наклонности абитуриента, его грамотность, потому что это в письменном виде будет фиксироваться в том числе, ну и его какие-то симпатии, антипатии, которые он... Если будет портфолио творческое приложено, это будет дополнительным бонусом, дополнительным, конечно, баллом, который сыграет в пользу абитуриента. К портфолио мы еще вернемся, потому что на эту тему тоже есть вопрос. И вот давайте тогда сразу вдогонку на... Ну, то есть, по сути, вы уже дали ответ на этот вопрос, но все-таки я процитирую. Здравствуйте. Можно узнать подробнее о вступительных экзаменах на кафедру телевидения, в скобочках бакалавриат. Нашла на сайте информацию об эссе. Это все. Спасибо за ответ. То есть, видимо, на сайте у нас есть информация о каком-то эссе. Я не знаю. Портал очень большой. Там, наверное, можно найти и за прошлые годы многое. Смотрите, руководствуйтесь последними, самыми последними, свежими, что называется, страницами. Не эссе, а задание по тому, как бы видел абитуриент программу по заданной ему тематике. Причем не так, что напиши кое-что там, вот как раз в виде эссе, а там четко сформулированы очень вопросы, на которые он должен ответить, как бы делая свой проект программы. Оно несложно. Оно как раз, вот я еще раз подчеркиваю, направлено на то, чтобы увидеть, помимо грамотности, увидеть вот общую творческую, скажем, да, составляющую, которая в человеке присутствует. Для нас очень важно. Потому что мы все-таки людей не только технико-технологического будущего, но еще и творческого полета будущего подбираем. Если мы говорим о телевидении. Хорошо, тогда логично. Следующий вопрос, собственно говоря, о вступительных испытаниях. Как они будут проводиться дистанционно, лично? На сегодня принято решение, что все вступительные, дополнительные испытания, ну, кстати, подача документов абитуриентами будет происходить в заочной форме. Все условия, все рекомендации с этим, все особенности, они изложены на портале университета. Просто сейчас не хочется повторять, но хочется адресовать на этот портал. Называется «Я буду студентом». Запомните, «Я буду студентом». Не промахнитесь, чтобы не найти чего-нибудь не то. Там, почему я даже сейчас от детализации воздерживаюсь, там возможно появление каких-то уточнений по мере того, как будут развиваться, ну, вот известные события в стране, и как будет проходить, в какие сроки ЕГЭ. Но принципиально сам прием документов уже начнется в дистанционной форме с 20 июня, как это и планировалось, и для иностранцев с 22, если не ошибаюсь, июня для иностранных студентов. Но все детали, вот внимательно следите. Вот тот случай, тот год, вот вам выпала такая большая медийная особенность, медийная задача, следить внимательно за порталом, потому что могут быть детали, нюансы. Они несложные, они не фантастически трудные, но они есть, они будут, и надо просто быть внимательным к ним. Следующий вопрос. Будут ли в этом году бюджетные места научного форума бакалавриата по направлению журналистика, и сколько, соответственно, баллов нужно, если там есть бюджетные места? Это Василий Загидович. Ну, к сожалению, я должен огорчить тех, кто собирался на бюджет поступать, на отделение журналистики в этом году, у нас бюджетные места предусмотрены только на заочную форму обучения, а дневная форма бакалавриата полностью в небюджетную форму обучения. Ну и у нас будут бюджетные места в магистратуре, по дневной, по заочной форме обучения. Такие возможности есть. Ответил? Да, думаю, более чем развернуто. А вопрос, собственно говоря, к другой кафедре, которая у нас тоже присутствует. Здравствуйте. Есть ли бюджетные места на рекламу и связи с общественностью? Много ли их вообще? Какой проходной балл? Ну и о вступительных испытаниях тоже дополнительных. Что касается направления рекламы и связи с общественностью, здесь, так же как и журналистика, к сожалению, в этом году бюджетных мест нет. Скорее всего, их не будет, с вероятностью процентов на 99 уже. Вообще, каждый год у нас бывает в районе где-то 5, реже больше, бюджетных мест. Вряд ли что-то изменится за ближайшие пару месяцев. Бюджетные места в этом году у нас будут на магистратуру. Их будет немного, но они будут по рекламе и связи с общественностью. Это же касается и бакалавриата по направлению медиакоммуникации. Что касается дополнительных испытаний, здесь никаких дополнительных испытаний нет ни на рекламу и связи с общественностью, ни на направлении медиакоммуникации. Эта информация есть на сайте, но, наверное, ее лучше повторить, чтобы, как говорится, было понятно. Для поступления на направление рекламы и связи с общественностью в бакалавриат необходима сдача ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и иностранному языку. Медиакоммуникации, немножко другой набор, это русский язык, литература и обществознание. То есть, таким образом, по три предмета на каждое направление без дополнительных вступительных испытаний. То есть, все будет происходить в удаленном дистанционном формате. А нужно ли какое-то портфолио для поступления, собственно, и на пиар, и в журналистике тоже вопрос? Какой будет играть эта роль при поступлении? На отделении журналистики у нас традиционно мы всегда абитурентов извещаем о том, что мы учитываем портфолио абитурента, будущего журналиста, где, когда опубликовался, с какими изданиями сотрудничал. И очень многие абитуренты приходят с хорошей такой творческой базой. Поэтому это обязательно учитывается. Технология будет тоже выложена на сайте, каким образом это портфолио мы будем собирать. Но здесь вместе с нами присутствует доцентка национальных глобальных медиа Роман Петрович Баканов. Вот как раз над этим технологическими новыми алгоритмами они работают вместе с приемной комиссией. И когда будет уже точно известно, каким образом будет размещаться абитурентами эти портфолио, мы об этом, конечно же, сообщим. Но дополнительно скажу, что у нас то же самое, как на телевидении. Три экзамена, два результата ЕГЭ, это русский язык, русская литература и творческий экзамен. Творческий экзамен будет тестового характера в этом году. В связи с изменившимися условиями с абитурентом мы также будем работать дистанционно в тестовом режиме. Что касается рекламы и связи с общественностью и медиакоммуникации, здесь портфолио не нужно. Мы сами научим вас всему. Здесь без портфолио, только ЕГЭ. Я бы хотел, поскольку речь о бюджетных местах сконцентрировалась, последние вопросы, несколько вопросов, вот что отметить. Во-первых, мы приняли решение, в этом году стоимость обучения остается прежней. Она, стоит заметить, примерно в 2,7 раза ниже стоимости, скажем, аналогичного образования в каком-либо столичном вузе. Это один момент. При этом мы начинаем с Нового года, и учебные планы уже сформированы таким образом, и уже таким образом формируются сейчас и нагрузки, и все задания преподавательскому составу, что начинают работать так называемые творческие мастерские. То есть подготовка специалистов творческих профессий, там, где творческая составляющая очень высокая, это журналистика, телевидение, будет вестись в том числе и по аналогии с творческими вузами, через творческие мастерские, где мастерами будут выступать топовые, известные медиаперсоны, медиаменеджеры, журналисты, телевизионщики из Москвы, да, федеральные, федерального уровня. Я к тому, что, в общем, спектр предложений становится шире, больше, сложнее и дороже, и ничуть не меньше уже сегодня столичного вуза при неизменной составляющей стоимости. Более того, здесь присутствует полный цикл, да, образовательный, то есть это боковариат, магистратура, вы видели уже в ролике, достаточно современные образовательные программы магистрские предлагаются, там и цифровое стори-темп, и продюсирование, и новые медиа. Медиакоммуникации тоже, да, магистрские программы начинают реализовывать уже сейчас. И появился собственный диссертационный совет. Те, кто проявляет интерес к развитию себя, саморазвитию себя в качестве ученого, исследователя, исследователя практикой, я не знаю, ну, так или иначе, вот эта составляющая в нем кипит, что называется, да, аналитическая, научно значимая, он может реализовать себя, доведя, здесь же не выходя из стен высшей школы журналистики, уже до статуса кандидата наук, там и выше. Это тоже серьезное, в общем, достижение. То есть в этом смысле мы, ну, вот что называется, полностью упакованное, полностью вот предлагающее весь спектр образовательных, ну, услуг, как сейчас модно говорить, своим вот потенциальным абитуриентам. Дополню дополнительным вопросом, тавтологию сейчас сказал, влияет ли на поступление опыт работы на ТВ? Потому что про портфолио мы уже поговорили, вот конкретно сузим про телевидение, влияет ли при поступлении на телевидение опыт работы на телевидении? Ну, это из-за разряда портфолио, это идет как бы дополнительным, да, бонусом, конечно, это всегда учитывается, но при одном, конечно, условии, что с ЕГЭ у него все в порядке, да, и что дополнительные испытания он все-таки сдал. Потому что если человек проигнорировал дополнительный экзамен, или, ну, какой-то, ну, вот так случилось, что-то у него не ладно там с ЕГЭ, то здесь есть общие правила, которые мы не можем игнорировать. При прочих равных условиях, конечно, человек, имеющий опыт, человек, имеющий, уже показавший предварительной жизни, что он имеет стремление в этой профессии состояться, то, конечно, это влияет позитивно. Давайте поговорим немножко о практической части обучения. Где проходит практику, собственно говоря, студенты-журналисты, студенты-телевизионщики и специалисты по связям с общественностью в будущее? Ну, вот, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас именно, в этот момент поздравить всех своих коллег-журналистов и будущих коллег-будущих журналистов с сегодняшним праздником, с Днем Татарстанской журналистики, с Днем Татарстанской печати. Ежегодно очень так активно, широко мы отмечаем этот праздник. К сожалению, в этом году, вот, немножко, конечно, в этих условиях не получается. Большие журналистские конкурсы, в котором участвуют наши тоже студенты, проводятся ежегодно. И хотел бы сказать о том, что большинство, большая масса, самая такая активная масса журналистов сегодня в Республике, это наши выпускники, выпускники бывшего журфака, сегодняшней высшей школы журналистов и медиакоммуникации. И, конечно же, мы с нашими выпускниками держим постоянную связь. Наши республиканские издания являются базовыми редакциями для прохождения практики нашими студентами. Многие из числа практиков журналистов принимают участие в обучении будущих журналистов, в образовательном процессе, работают в составе государственной аттестационной комиссии и так далее. То есть, очень тесная связь с практиками. Ну и своя база практики университетские, все медиаресурсы задействованы подготовкой будущих журналистов. В том числе у нас и на кафедре, и при кафедре имеется свой студентский медиаресурс «Казанская стужурка». Здесь университетский также очень сильный медиаресурс «Драгон Ньюс» принимают участие в подготовке журналистов. Татароязычные издания «Дарьер Фенуэн», ну и пресс-служба, пресс-центр Казанского федерального университета. Свои возможности тоже мы используем очень активно. И нашей задачей являются вот эти две стороны обучения, теоретические и практические, были гармонично очень взаимоувязаны. Очень это и сложная задача, с одной стороны. Есть очень такие активные творческие личности среди студентов, но иногда вот с учебой у них не всегда так получается, с посещением занятий и так далее, из-за того, что они уже начинают трудоустраиваться в редакциях, показывают себя в журналистике большой. И с другой стороны, есть очень такие хорошие отличники учебы, которым немножко с трудом дается вот эта практическая часть. Это всегда была для нас такой, иногда очень такой сложной задачей, но мы всегда справлялись и справляемся. То, что практика и теория, они были очень такие гармоничные сочетания вот этих двух сторон обучения. Поэтому я бы сказал, что вот практика-ориентированность наша сильная сторона журналистского образования в Казанском университете. Спасибо. Продолжите. Ну вот, собственно, я поддержу, продолжим. Вот сама программа образовательная выстроена так, что она практико-ориентированная. Вот говорить даже сегодня о том, что вот здесь заканчивается учеба, а вот тут у тебя начнется практика, уже очень сложно. Потому что большинство курсов, которые проходят, ну, за исключением вот общих курсов, да, философии, истории, иностранный язык, там все понятно, да, вот уже профессиональных курсов, они заточены на то, что результатом прохождения этого курса должен стать какой-то медиапродукт. То есть это уже все время постоянное, что называется, набивание руки, практики для студентов, которые они осуществляют посредством и тех ресурсов, которые сейчас Василий Загедович называл. Здесь у Казанского университета большое, конечно, конкурентное преимущество – это наличие собственного телеканала «Универ ТВ», не игручной студии, студенческой и так далее, а это полноценный телеканал, работающий в кабельных сетях 24 на 7, с профессиональным оборудованием, профессиональными студиями, и, в общем, есть где развернуться, что называется, да. Королевство немаловато, как страдала там героиня «Золушки», тут все в порядке. Поэтому практики идут постоянно. Соответственно, «Универ ТВ» является одной из баз практик. Мы, вот уже я упоминал про мастерские творческие, будем расширять базы практик за счет тех площадок, откуда будут представлены мастера, это федеральные медийные площадки. Очевидно, что мастера заинтересованы в том, чтобы этих студентов привлекать в собственные медиапроекты, которые они разрабатывают, преимущественно в Москве. Мы выходим и ищем новые площадки для наших сейчас, вот я в данном случае уже говорю о телевизионщиках, прежде всего, о тех, кто работает с визуалом. Вы видите, как визуал сегодня развивается очень мощно, если мы возьмем «Death Stranding» Кодзимы. Это игра, это кинофильм, это что? Вот подготовка специалистов в области интерактивного, стори-тейлинга, интерактивных нарративов. Специалисты эти очень требуются, их с удовольствием будут брать на практике, если мы таковых будем готовить. Мы стремимся их такими готовить. Так что в этом смысле мы видим, сегодня имеем и видим потенциально в ближайшее время базами практик, в общем, все ведущие компании, которые занимаются в области теле, видеопроизводства, которые занимаются производством геймифицированного контента, плюс собственные, большие и достаточно мощные ресурсы университета федерального. Я, кажется, полно ответил. Да, более чем развернуто. Собственно говоря, вопрос о специалистах связи с общественностью. Да, я теперь расскажу про направление рекламы связи с общественностью и медиакоммуникации. И, с вашего позволения, я начну с медиакоммуникации, чтобы, так сказать, органично продолжить сказанное Василом Загиточем и Леонидом Григорьевичем. Вот я согласен с тем, что у нас трудно понять, на самом деле, где заканчивается учеба и начинается практика. Границы за последние лет, наверное, 10, они в значительной степени стерлись между учебой и практикой. Что касается медиакоммуникаций, то надо понимать, что это направление, которое ориентировано на подготовку кадров для в целом современных цифровых креативных индустрий, для очень широкого спектра видов занятости, для очень широкого спектра видов деятельности, для очень широкого спектра сфер применения. Вот именно поэтому мы практикуем в данном случае такой подход, что, во-первых, когда мы планируем практику для студентов, во-первых, мы спрашиваем студента о его пожелании, потому что часто студент уже где-то работает, вовлечен в какие-то проекты. Не секрет, что наши студенты, многие работают уже начиная с первого-второго курса, так что не хочу утрировать, но в ряде случаев нам приходится буквально ловить и затаскивать обратно на занятия. Поэтому часто студенты просят помочь им попасть на практику куда-то в конкретную организацию, в какую-то компанию, которая занимается производством контента, смежными видами деятельности. Поэтому, во-первых, мы идем навстречу студентам, во-вторых, за годы, за более чем 10 лет очень тесной работы с корпоративным сектором, мы успели наработать такие очень плотные связи и контакты с теми компаниями, которые работают на стыке и медиа, цифровых технологий и тех видов деятельности, которые связаны с реализацией различных проектов в самых разных областях и в государственном секторе, и в негосударственном секторе. Поэтому, учитывая, что у нас на медиакоммуникациях обучается относительно, я хочу подчеркнуть это слово, небольшое количество студентов, проблем с тем, чтобы их устроить, на практику нет. Как правило, я хочу это подчеркнуть, речь ведь часто идет не столько о практике, сколько о практике с последующим трудоустройством. И на чем я особенно хотел акцентировать внимание, на том, что это касается и медиакоммуникации, и рекламной связи с общественностью, у нас не стоит вопрос о том, куда мне пойти работать для студента. Вопрос стоит иначе, даже сейчас, я бы это особо хотел подчеркнуть, даже сейчас в условиях ограничений, связанных с ковидом. Тем не менее, корпоративный сектор терзает нас на предмет того, что дайте нам студентов, дайте стажеров, дайте людей на собеседование, дайте кадры, дайте кого-то, кто сможет, например, уже летом выйти на работу. Поэтому с этим проблем нет. Что касается рекламы и связи с общественностью, мы готовим бакалавров по данному направлению уже больше 10 лет. Как я уже сказал, за это время мы успели наработать очень плотные и тесные связи практически со всеми участниками регионального, и не только регионального рынка рекламы и в целом коммуникационных направлений. Поэтому здесь, опять же, нужно понимать, что реклама и связи с общественностью – то направление, которое очень, как вам сказать, завязано на практически все сферы деятельности. А в отличие, например, от тех же медиакоммуникаций, где, что называется, спектр поуже немножко, реклама и связи с общественностью – это кадры, которые востребованы практически в любом виде деятельности, начиная от промышленного производства. У нас периодически спрашивают из других регионов. Очень много, кстати, вопросов из поселков, села. Нужны кадры? Не хватает менеджеров по рекламе. Но, повторюсь, что емкость рынка сейчас такова, что рынок поглощает тех, кого мы выпускаем, со страшной силой и просит еще. Это буквально так, потому что, чтобы не быть голословным, буквально три дня назад у меня был разговор с представителями одной крупной тарстанской компании. Им нужны люди, нужны кадры. Что касается практики непосредственно, учебный план предусматривает практику на третьем-четвертом курсе. Но, учитывая то, что студенты сами рвутся, поскорее приступить к практической работе, мы всегда идем навстречу и помогаем и со стажировками, и с трудоустройством, уже начиная со второго курса. Потому что все-таки первый курс – это святое. Тут много базовых дисциплин, его необходимо пережить. А дальше мы всегда открыты для того, чтобы помочь всем попасть туда, куда они хотят. Благо, такие наработки, контакты, где-то уже даже и дружба, они у нас налажены и помогают нам успешно с этим справляться. Это, кстати, очень важный момент. Я тоже хотел его поддержать. Мы сегодня находимся в такой ситуации, когда мы можем себе позволить отказывать некоторым компаниям, медиакомпаниям, которые просят студентов на практике, сами просят уже наших студентов. И мы вправе говорить и утверждать, что нас не устраивает либо условия этой практики, либо компетенции, которые в ходе этой практики будут получены в той или иной медиаструктуре нашими студентами. И мы можем себе это позволить, потому что есть действительно выбор, есть спрос. И все, кто реально нацелен на работу в том секторе, к которому он готовится здесь, они поглощаются большой скоростью здесь. Проблем нет. Большое спасибо за столь развернутый ответ от всех. Я позволю себе процитировать следующий вопрос. В чем отличие очной и заочной формы обучения у журналистов? Дело в том, что знакомые говорят, что у очников просто задания больше, а суть и знания остаются одинаковыми. Так в чем же все-таки отличие очки и заочки на журналистике? Нет. Суть знаний остается, конечно же, одинаковыми. Одинаковые требования, одинаковые программы, стандарт. Мы работаем по утвержденным стандартам. И весь необходимый материал, который для освоения квалификации журналиста необходим, он будет пройден и по дневной, и по заочной форме обучения. Просто разница в том, что заочная форма обучения у нас дольше продолжается. В течение пяти лет бакалавриат у дневного отделения четыре года. Но есть некоторые преимущества и по той форме, и по другой форме обучения. Например, по дневной форме обучения, конечно, это насыщенная студенческая жизнь. Это жизнь деревни университеты. Это различные мероприятия, различные, в том числе и творческого характера, которые связаны с жизнью студента и так далее. То есть это полнокровная студенческая жизнь. С другой стороны, по заочной форме обучения, получая знания, студент имеет возможность больше практику получить, практические знания. У нас очень много. Это и раньше традиционно было, что к нам поступали именно работники редакции, журналисты, практики журналисты на заочную форму обучения. То есть люди, которые уже имеют навыки в области журналистики, и они подкрепляли эти навыки теоретическими знаниями. То есть и сегодня в числе студентов, заочников у нас очень много тех людей, которые непосредственно занимаются практической журналистикой, работают в редакциях средств масс-фермации, и в том числе ведущими уже журналистами, которые уже именитые, можно сказать, среди них есть, которых знает аудитория, большой круг аудитории. Поэтому преимущества и там, и там свои преимущества есть, но пусть выбирает абитуриент форму обучения. Спасибо. Давайте перейдем к блоку вопросов от иностранных студентов. Ну и первый вопрос, собственно говоря, что вообще, что будет с иностранными гражданами, которые планировали поступать в этом году? Границы закрыты. Как? Что? Ну ничего страшного не будет. Во-первых, границы когда-то откроются. Я надеемся, что относительно скоро. Не завтра, мы понимаем, и даже, наверное, не в июне, но откроются. Во-вторых, значит, у нас и сегодня достаточно много иностранных граждан обучается, и стран ближнего, зарубежья, дальнего. То есть вообще география очень широкая. От Китая до Колумбии там. Представители самых разных стран и народов. Сейчас хорошо отработана уже, назовем, от схемы, модель, как правильно сформулировать, дистанционного образования. То есть понятно, что в условиях закрытия границы, когда человек не может физически присутствовать в аудитории, то знание ему в том же регламенте, по тому же расписанию, с теми же абсолютно заданиями, в том числе и с практиками теми же самыми. Насколько это, соответственно, позволяет вот сеть, сетевое пространство. Обучение продолжается, ничего не останавливается, никаких послаблений или там, давайте сделаем чуть поменьше, чем мы планировали, узнаем чуть-чуть меньше. Не происходит в этом смысле ничего. Что с иностранными, что с нашими студентами, которые живут в других регионах, не произойдет. То есть передача знаний, практическая составляющая этих знаний отрабатываться будут в том же режиме, в том же объеме, что и при очной, живой форме образования. У иностранцев единственное у нас пожелание и просьба к этому вирусу, чтобы он позволил скорее открыть границы. Следующий вопрос, который тоже так или иначе связан с иностранными студентами, это на каком языке проводится обучение и какие иностранные языки изучаются в рамках учебных программ? На русском, очевидно, на русском языке. У нас есть кто не владеет русским языком, но хочет учиться, выбирает Россию, выбирает Казанский федеральный университет. И, соответственно, подготовительное отделение, где они могут совершенствовать язык, где они могут готовиться уже предменно, целевым образом, что называется, для поступления на то или иное специальное направление подготовки. Но на русском языке. А изучать язык, очевидно, что один из европейских тут продолжает изучать студенты языков, которые они в школе начали изучать, либо здесь решили начать изучать еще какой-то один дополнительный язык. Дальше, кстати, есть дополнительный язык, который особенно, вот я знаю, что и на связях с общественностью, медиакоммуникация там достаточно сильно. И сейчас и по направлениям телевидения и журналистика усиливается эта составляющая. Плюс есть целый профиль подготовки, скажем, мастерства телевизионного ведущего с углубленным изучением английского и китайского. Так что здесь в этом смысле тоже спектр языков достаточно широкий. Ну вот, дополнить. По иностранным языкам можно добавить по рекламе и связям с общественностью и по медиакоммуникациям особенности учебных планов в том, что там предусмотрено очень много академических часов именно по иностранным языкам. И по рекламе и связям с общественностью и по медиакоммуникациям у нас идет два иностранных языка. Языка много. Языка, скажем так, наверное, в ряде случаев даже больше, чем достаточно. Иногда это вызывает даже проблемы с посещаемостью у студентов. А сейчас у нас английский, французский, отчасти немецкий в языке представлены. То есть языка у нас много, потому что мы считаем, что наши выпускники должны владеть на хорошем уровне иностранным языком. Без этого работать трудно. То есть недостатка в том, что касается иностранного языка, у вас точно не будет. Вот есть два блока, которые у нас дополнительно усилились. Это языковая подготовка. Если тот язык, на котором он планирует работать, в данном случае мы на русский, акцент делаем, татарский язык, там где речь идет о национальной журналистике. Вот то, что сейчас было сказано. Европейские, мировые языки. И второй большой блок, который усиливается с каждым годом и все дальше это будет идти, конечно, в этом направлении. Это блок, связанный с, ну скажем так, подготовкой в тех сферах, которые так или иначе покрываются термином искусственный интеллект. Искусственный интеллект, нейросети, IT-технологии. Мы же понимаем, что будущее медиапространства во многом будет завязано и успех на этом медиапространстве, на знаниях языков и на знаниях в области вот этих современных передовых технологий. Это параллельно усиливается с вот той традиционной подготовкой, которая идет. Хотел бы добавить о том, что в рамках направления журналистика функционирует, это вдобавок к вышесказанному, профиль новой национальной медиа. В рамках этого профиля мы готовим специалистов для национальных средств массовой информации, для татароязычных СМИ, республика Татарстан в основном, но и для диаспора Российской Федерации. И в рамках этого профиля, конечно же, довольно усиленно мы готовим и в языковом плане будущих специалистов различные языковые курсы, в том числе связанные с редактированием, со стилистикой, с медиатекстами, с современными форматами национального медиапространства. связанные с переводом, с переводческой деятельностью. И еще культурологические, литературоведческие, имеются там предметы, которые связаны с подготовкой журналистов именно в области национальной литературы и национальной культуры. Это тоже есть. Вот это, кстати, очень тоже хорошо, что вы эту тему затронули. Очень такой серьезный момент. Сегодня есть предложения всевозможные, что мы там подготовим специалистов области медиа на национальных языках. Это предлагают какие-то там институты, учебные заведения, курсы. Преимущественно это сводится к такой филологической составляющей. Филологи. Это тоже все хорошо, но еще раз подчеркну, мы говорим об очень сложном медиарынке, об очень усложняющемся технологическом блоке на медиарынке. подготовить профессионального медищика, работающего на татарском языке, одинаково хорошо владеющего современными интернет-технологиями, современными технологиями, так иначе завязанными искусственным интеллектом, с телевидением, они сегодня все плотнее работают, учитывая, что база своя рядом, работая в самых передовых форматах, можно научиться только здесь. Это, если хотите, прямая реклама, потому что здесь нельзя ошибиться. Если ты хочешь на медиарынке совершить революцию на своем родном языке, что сегодня очень требуется, кстати, на татарском языке это сделать, совершить рывок, то здесь он прямая дорога. Вот, Василий Загидович. Да, Леонид Кривич, проще говоря, проще говоря, журналистов, работающих и на татарском языке, и на русском языке, а может быть, и на других языках, и получающих диплом квалификацию журналиста в Казанском университете готовят только высшие школы журналистики и медиакоммуникации, и все. Вот об этом проще говорить. Журналистов с будущим. Да. Потому что нужно еще в будущем. Мы сегодня-то видим, как уже не справляется нынешнее поколение во многом, да, со сложным медиарынком. Мы все-таки на 50 лет вперед же людей, да, хотим зарядить работой и творческим полетом. Давайте вернемся немножко в начало нашего с вами разговора, потому что есть еще один вопрос. Когда мы говорили о вступительных экзаменах, люди интересуются, будут ли какие-то курсы по подготовке к вступительным экзаменам, а если таких курсов вдруг нет, то что читать, где искать информацию и как, собственно говоря, к ним готовиться? Сейчас видите, поскольку все дистанционное, даже выпускные экзамены у нас пройдут в дистанционном режиме, защита диплома в дистанционном режиме, прием документов в дистанционном режиме, дополнительные испытания в дистанционном режиме, то никаких очных вот курсов по подготовке к вот этому дополнительному испытанию мы провести просто не сможем. Это ведь не только речь идет о жителях, абитуриентах, жителях Казани, это же будет достаточно большое количество желающих из других регионов страны, возможно, зарубежья. мы не можем пока гарантировать, что они смогут сюда беспрепятственно приехать, беспрепятственно здесь поселиться, ходить, вот общаться в больших аудиториях. Пока есть ограничения. Ну а где же все-таки искать потенциальным абитуриентам дополнительную литературу для поступления? Вот что читать? Может быть, это даже в плане не столько конкретного вопроса, сколько в сторону советов. Что читать, где искать? Может быть, Роман Петрович все-таки мы дадим что-чуть возможность сказать? Секундочку, сейчас мы подключим микрофончик. Потому что Роман Петрович у нас очень активно занимается с будущими журналистами. тоже можем рассказать, что читать, но возглавляет вот еще и человек, который будет работать в приемной комиссии, собственно, с теми, кто придет поступать, было бы очень ценно ваше мнение. Добрый день, спасибо, что вы с нами. Действительно, очень много вопросов выделяют, спрашивают по литературе, как готовиться. Ну, во-первых, что касается к вступительному экзамену по журналистике, тестовая форма, это школьная программа. Тоже, наверное, сказать нужно, да, это и вопросы из области литературы, вопросы из области истории, и вопросы из области общества знания. вот такой конгломерат вопросов, да, будет сделан. Конечно же, еще вопросы на творческую эрудицию, но умение создать образ, и на умение раскрутить или раскрыть, да, тот или иной образ, создать его, ну, и, конечно же, полностью, полно ответить на поставленный вопрос. Что касается литературы, что, какой взять материал, вы знаете, несколько лет назад в Москве в издательстве Аспект Пресс была опубликована книга, которая называется Журналистика для начинающих. Эта книга, она издается каждый год, сейчас, довольно востребована. Посмотрите ее, ее можно, в общем, набрать поисковике Журналистика для начинающих, да, авторы ее, творческая группа, именно коллектива авторов Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Посмотрите, пожалуйста, эту книгу, там довольно подробно рассказано. Кроме того, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций издавала справочную литературу, в частности, называется «В журналиста я пойду», и там указан тоже список литературы, список источников, да, сайты, по которым можно готовиться. Я думаю, что литература, вот это пособие, оно вывешено на сайте, но я думаю, что мы, наверное, продублируем в PDF-формате, в электронном виде это пособие специально для абитуриентов. Оно создано сразу, наверное, на сайте Высшей школы журналистики. Мне кажется, так будет удобней, чтобы на весь портал не ходить, не искать, и сразу сделать там, где, чтобы абитуриенты ее смогли увидеть. Вот. Ну, на что еще нужно обратить внимание, уважаемые абитуриенты, готовьтесь в области литературы, по литературе, да, довольно много смотрите, изучайте, по произведениям, классической литературы и современной, да, довольно много будет вопросов, и по истории. история, это и даты, это и, конечно, ключевые персоны в области истории, да, готовьтесь, пожалуйста, если Вы их будете знать, если Вы будете представлять, да, ориентироваться в разных информационных эпохах, да, в разных контекстах, да, то, конечно, все у Вас получится. Надеюсь, ответил. Да, большое спасибо за столь развернутый ответ. К сожалению, к сожалению, у нас уже заканчивается время нашей программы. Напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайф с Институтом социально-философских наук и массовой коммуникации, а если конкретней, то с Высшей школой журналистики и медиакоммуникации. И сегодня на все Ваши вопросы отвечали доцент кафедры связи с общественностью и прикладной политологией Дмитрий Георгиевич Мюллер, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Васил Загитович Гарифулин, а также руководитель проекта школы молодого журналиста Роман Петрович Баканов. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова